Девушки отдыхают Нынешний век в Индии живет рядом с минувшим. Страна, всего четверть века назад добившаяся независимости, уверенно шагает в будущее. За 25 лет Индия неузнаваемо изменилась. На поля приходит современная техника. Ирригационное сооружение позволяет получать 2-3 урожая в год. Индия превращается в индустриальную страну. Появляются новые промышленные предприятия. В 11 раз возросло производство электроэнергии. Мощность металлургии увеличилась в 5 раз. Но самое главное, начался всенародный поход к знаниям. Появились новые университеты и научные центры. И в освоении космоса, как и в других отраслях науки и техники, бескорыстная помощь пришла от советских людей. Руководствуясь договором о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией, Академия наук СССР и Индийская организация космических исследований осуществят запуск научного спутника, спроектированного и изготовленного в Индии, говорится в соглашении, которое было подписано в Москве в мае 1972 года. Руководители Совета Интеркосмос, Академии наук СССР и Индийской организации космических исследований наметили план работы. Специалисты из Индии должны были освоить технологию создания космических аппаратов, приобрести опыт комплексного проектирования. В совместных рабочих группах советские ученые и инженеры щедро делились с индийскими коллегами своим богатым опытом. Спутник — это десятки сложнейших приборов и систем, которые должны безотказно работать в условиях космоса. Надо было научиться создавать каждую систему в отдельности и весь комплекс спутника в целом. Индийские специалисты уже знакомы с ракетной техникой. На полигоне «Тумба», в создании которого Индии помогал Советский Союз, стартуют геофизические ракеты. Следующий шаг — научный центр в Бангалоре. Здесь рождается искусственный спутник Земли Ариабата, названный так по имени Великого индийского математика древности. В Бангалоре появились цех для сборки космических аппаратов, испытательные стенды. Премьер-министр Индии Индира Ганди была одним из инициаторов развития космической индустрии в Индии. После посещения Бангалора Индира Ганди сказала, «В освоении космоса я вижу прекраснейшее стремление человека проникать все дальше и дальше в великое неизвестное. В создании этого спутника я также вижу образ возрожденной Индии, Индии, борющейся за ликвидацию нищеты и невежества, за то, чтобы поставить на службу человеку силу и могущество современной науки и техники». Спутник выведет на орбиту советская ракета-носитель. Индийские специалисты вместе с советскими коллегами участвовали в подготовке спутника к старту. На стартовой площадке идут заключительные операции перед пуском. Заседание, на котором должно быть принято решение о запуске. Директора совместного проекта доктор Рао и профессор Ковтуненко докладывают о готовности спутника, ракеты-носителя и наземных служб к старту. Академик Петров и профессор Даван принимают решение о запуске Ариабаты. 19 апреля 1975 года. На космодром прибыл посол Республики Индия в СССР господин Тхара. Всего несколько минут осталось до старта. Несколько минут из трех лет отданных десятками людей в Индии и Советском Союзе спутнику Ариабата. СССР господин Тхара. Все дальше и дальше к расчетной орбите уносит советская ракета «Индийский спутник» космический символ дружбы двух великих народов. Три года назад «Индийский спутник Земли» был только мечтой. «Индийский спутник Земли». И вот мечта стала явью. Через полтора часа Ариабата замкнет свое первое околоземное кольцо и его голос услышит «Земля». Станция слежения под Москвой. Со спутника начинают поступать первые сигналы. Станция слежения также создана по соглашению между советскими и индийскими специалистами. Здесь коллеги из Индии учились говорить со спутниками Земли. Директора проекта уже знакомятся с первыми научными данными. Несколько столетий Ариабата будет летать вокруг планеты. Спутник будет кружить над океанами и полями, над городами Индии, где он рождался, над советским космодромом, откуда он начал свой полет. КОНЕЦ